Здравствуйте! Это программа «Персона Грата». Орловские вузы начинают большую приемную кампанию. Позади ЕГЭ, впереди выбор. Как выдержали итоговые экзаменационные испытания орловские школьники, об этом будем говорить сегодня, сразу после пролога. А в нем министр образования Ливанов, об итогах сдачи ЕГЭ. В этой экзаменационной кампании нет массовых серьезных нарушений. Экзамен проходит организованно, дисциплинированно. Средствами видеонаблюдения оснащены 80% мест проведения. Работают тысячи общественных наблюдателей. Гарантирована объективность и честность экзамена. В нашу студию сегодня мы пригласили члена правительства Орловской области, «Персона Грата», руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна. Здравствуйте, Виктория. Первый вопрос следующий. Министр докладывал президенту о том, что серьезных нарушений не было. А в нашем регионе как проходила процедура? Пытались ли пронести телефоны? Возможно ли это? Как организован этот был процесс у нас? Вообще организация процесса ЕГЭ началась у нас еще в прошлом году, в конце учебного года. Потому что мы уже учили экспертов, проводили ряд совещаний, объясняли процедуру ЕГЭ. И в течение всего учебного года она также проводилась у нас и в средствах массовой информации, и на родительских собраниях, и на собраниях в школах. Поэтому, чтобы не нарушать, нужно знать. И мы объясняли четко, что требуется при проведении ЕГЭ, какова сама процедура ЕГЭ. Потому что ЕГЭ мы видим только верхушку айсберга, а все, что находится внизу, это кропотливая и системная колоссальная работа. Поэтому, чтобы говорить о нарушениях, я немного расскажу, что такое вообще ЕГЭ. Ну, во-первых, ЕГЭ, это первое, ЕГЭ начиналось для выпускника и его родителя с создачи допуска. Это написание, сочинение. Сочинение писали все школьники, которые планировали сдать ЕГЭ в этом учебном году. И вы знаете, по сравнению с прошлым годом, я могу сказать, что наши дети стали больше читать, стали серьезнее готовиться. И сочинение написали лучше, чем в прошлом году, практически в два раза. То есть первый недопуск получили всего около 2%, даже меньше. И повторная пересдача существует в процедуре, и наши дети все благополучно пересдали и написали сочинение. Кстати говоря, вот этот вопрос был один из самых важных, потому что к ЕГЭ, как к тестовой форме, уже привыкли, а сочинение – это совершенно другая история. Ну, вы знаете, это достаточно серьезное новшество, было в прошлом году введено, потому что все-таки дети должны читать, дети должны рассуждать. И мы все-таки грамотная нация, но особенно Орловский регион, литературный край, поэтому наши дети показали хорошие результаты. Кстати, вот о литературе. У нас большинство детей, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов по литературе, они очень хорошие результаты показали и на сочинении. То есть мы можем сравнить, что 100-бальный результат на ЕГЭ по литературе был не случайен. А в этом году у нас 36 детей получили 100-бальные результаты. В прошлом году было 27, а в этом, как видите, процент вырос. И вы знаете, это достаточно серьезные результаты, проверенные, потому что у нас работала очень серьезная экспертная комиссия, и каждую 100-бальную работу проверяли достаточно серьезно. У нас есть такая практика, что Федерация запрашивает выборочно 100-бальные работы, мы направляем в электронном виде, и они подтверждают, действительно ли объективно оценен результат. В целом, как ребята выдержали это испытание? И я все-таки спрошу о том, насколько реально повлиять на результаты. Можно ли подсмотреть? Паргалки и телефоны. Тогда мы продолжим. Ну, дальше каждый пункт определен, где учащиеся будут сдавать. У нас их в регионе 28 пунктов. В городе Орле в том числе достаточно большое количество, поэтому каждая школа закрепляется за определенным пунктом. В этот пункт достаточно серьезный пропускной режим. У нас в каждом пункте установлены рамки металлоискателей, которые четко реагируют на проносимое средство, так скажем, связи. Но я понимаю, что на бумагу реагируют меньше, в меньшей степени только организаторы. Сейчас есть подсказки бумажные? Ну, бумажная подсказка. Может быть, ребенок забыл одну формулу и написал где-то на ладошке. Конечно, мы не проверяем такого вида подсказки. Но могу сказать однозначно, что практически все дети прошли без телефонов. Почему говорю практически все? Были отдельные случаи, когда обнаружен телефон был. А вы знаете, у нас есть инструкции, которые читаются и родителям, они знакомятся с ними и учащимся. И еще перед каждым экзаменом организатор в аудитории четко говорит, чего делать нельзя. И там четко прописано, что никакой сотовой связью, другими техническими средствами, бумажными носителями и даже формулами, записанными на бумажном носителе, собственно, ручно пользоваться нельзя. Татьяна Анатольевна, ну вот такие серьезные меры, простите, я перебью. Металлоискатели, видеонаблюдение в классах. Оно стоит того? Или это больше волнения доставляет и родителям, и детям? Ну, конечно, все волнуются. Понятное дело, что это испытания. И причем испытания мы проходим не только по результатам нашего обучения в общеобразовательных школах, но это испытания, которые потом рассматривает ВУЗ при приеме наших детей в учебное учреждение высшего образования. Но я вам могу сказать, кто серьезно относился к подготовке к экзаменам, и не в течение последнего года обучения, а в течение всего периода обучения, дети спокойно сдают экзамены и получают достаточно хорошие результаты. Потому что мы видим, что вот если сравнивать, допустим, с 2014 годом, когда не было этих мер, то все регионы Российской Федерации писали гораздо лучше и сдавали экзамены. Но все-таки цель перед ЕГЭ – это объективная внешняя оценка качества полученного образования. То есть в 2014 все-таки списывали? Ну, я не могу так сказать, что списывали, но результат был лучше. Не было у нас рамок, не было у нас системы видеонаблюдения. Ведь у нас сейчас в каждой аудитории, помимо тех мер, которые не дают ребенку, или точнее ограничивают воспользоваться справочным материалом, установлены камеры видеонаблюдения. В нашем регионе это 98% всех пунктов. Что такое камера видеонаблюдения? Во-первых, идет запись и прямая трансляция в сети интернет. И организаторы в любой точке Российской Федерации и в Москве, в региональном центре оценки качества образования у нас в Орле, следят за проведением экзамена. И каждый наблюдатель, который в это время смотрит за аудиторией, может ученику поставить метку. У каждого ученика есть свой номер, буква и порядковый номер. То есть, например, при проведении экзамена мы видим, что какой-то общественный наблюдатель, который, кстати, тоже не с улицы, он имеет аккредитацию на эти действия. Он ставит метку ученику, и мы должны или эту метку опровергнуть, или эту метку подтвердить. Ну, например, очень трудно внезапно достать откуда-то шпаргалку, положить на парту и незамеченным быть и списать. Поэтому вот уже будущим нашим выпускникам, которые сегодня готовятся стать одиннадцатиклассниками, я хочу и предупредить, и предостеречь их. Давайте лучше будем заниматься, качественнее учиться, больше уделять время подготовке ЕГЭ и не рисковать. Потому что небольшая формула, которую достанет ученик, ну, она лишит его, если он ее не знает, ну, двух баллов. А то, что увидят наблюдатели общественные и члены государственной экзаменационной комиссии, могут лишить вообще, аннулировать все результаты. И ребенок не получит даже аттестат. Поэтому рисковать не нужно, нужно серьезно готовиться. Но таких случаев у нас не было. Нет, такие случаи у нас. Хотя у нас нарушений в регионе нет. Что такое нарушение? Нарушение процедуры, нарушение организации, нарушение в качестве подготовки всей вот этой большой команды, которая принимает, проверяет, хранит, осуществляет транспортировку экзаменационных материалов. Нет. Но вот нарушений у нас, к сожалению, четыре учащихся пытались воспользоваться под видеокамеру, дополнительной литературой. В сентябре будут пересдавать? Нет. Теперь ужесточены требования, и дети будут пересдавать только через год. Только через год. Поэтому еще раз говорю, рисковать нельзя. Не нужно паниковать, не нужно огорчаться то, что ЕГЭ будет. Ребенок подготовленный, всегда соберется. Атмосфера в аудиториях очень доброжелательная. Одно из новшеств этого года – устная часть по иностранному языку. Это тоже очень напугало, потому что, ну, наверное, потому что впервые все-таки. Как наши школьники справились? Ну, вы знаете, во-первых, мы в регионе подготовили систему достаточно серьезную, чтобы ребенок ощущал себя на экзамене, ну, более-менее уверенно. Во-первых, мы проводили репетиционные экзамены. И все дети, которые планировали сдать иностранный язык, они участвовали в нем. А потом, вы знаете, ну, я думаю, что говорение, так называемая, это устная часть, оно никогда никому не помешает. Одно дело теоретические знания, но все-таки человек, который владеет английским языком, должен и грамотно говорить, и уметь говорить. Поэтому здесь тоже условия были созданы. Ребенок общался не… Собеседником его был не эксперт, а компьютер. Поэтому здесь абсолютно объективно все было записано, оценивалась его речь и произношение, и грамотность, и составление предложений. Поэтому… Подождите, как компьютер? То есть робот? Ну, это идет под запись. Это идет под запись. А потом уже экспертной группой эта запись проверяется и оценивается. Об экспертной группе. Кто эти люди, которые… Или это один человек, который проверяет? Это достаточно большой штат людей. Мы тоже в течение года готовили экспертные группы, потому что по каждому предмету своя экспертная группа. У нас впервые в региональном центре оценки качества образования создан отдел, который вот именно работает по повышению квалификации. Кто входит в экспертную группу? Это преподаватели вузов, это достаточно серьезный профессорско-преподавательский состав, плюс самые значимые, имеющие высшую категорию и хорошие результаты в работе учителя общеобразовательных школ. Вот они и занимались проверкой работ. И проверка работы, она ведь тоже не у одного человека побывала. Ну, немножечко мы с вами опередили ситуацию. Как работа вообще попадает на проверку? Знаете, вот у нас в этом году, помимо того, что устная часть по иностранному языку, у нас достаточно много новшеств было введено. Ну, во-первых, нельзя не сказать, что постепенно уходит вообще тестовая часть. Там, где ребенок может угадать ответ. И она заменяется на серьезные, хорошие задания, где нужно проявить и свои знания, и свое мышление, и свою оценку или к историческому событию, или вообще к событию в жизни, например, по обществознанию. Поэтому и обществознание, и история, география, информатика, тестовая часть из этих предметов удалена. И еще у нас новшество по предмету история. У нас введено историческое сочинение. 25 минут добавлено для проведения экзамена по истории. И ребенок, оценивая какой-то исторический факт, который ему предложен, уже высказывает свое мнение, свое отношение к действию того времени, к историческому этому действию. То есть мы видим, как ребенок оценивает, как он мыслит, и насколько он знает историю и страны, и государства, и мира. Мы возвращались к теме того, как проверяются работы. Теперь проверка. Написано сочинение или написано тестовая часть, что далее? Ну давайте о проверке. Хотя вот опять я хочу вернуться к новшествам. Это печать контрольно-измерительных материалов, которые выдается нашему ребенку, выпускнику, печатается все в аудитории непосредственно. То есть раньше, если мы получали из Москвы, везли их, доставляли спецсвязи, управление спецсвязи, запечатанные конверты, и рассматривали, что может в процессе пути произойти утечка, потеря, то теперь в аудиторию входят дети, выдаются диски заранее. Во время проведения экзамена дается код на диск, диск вставляется в компьютер, пароль сообщается непосредственно перед экзаменом, уже в аудитории, и распечатываем материалы, которые выдается каждому выпускнику непосредственно для принятия экзамена. Вот. И еще одно новшество, когда работа сканируется. Вот если мы кимы печатали в 25 пунктов из 28, то сканирование мы опробировали только в 7 пунктах. То есть уже работа, которую выпускник наш сдает, она сканируется и уже вносится в базу. А все остальные работы, где мы еще эту практику не применили, они сканируются уже непосредственно в региональном центре оценки качества образования. Правильно ли я понимаю, вот этот скан, он исключает возможность исправить, дописать проверяющим или каким-то еще третьим лицам? Совершенно верно. Все сканируются, работы сканируются все. Просто часть работы сканируется непосредственно в пункте, где ребенок сдавал, а часть работ уже в нашем региональном центре в городе Орле. И эти сканированные работы находятся в электронном виде. Все работы складываются, опечатываются и хранятся в архиве, тоже под видеокамеры. Там абсолютно нельзя прийти в ячейку, взять эту работу и что-то с ней сделать. Поэтому здесь какого-то воздействия на работу ребенка как в положительную, так и в отрицательную сторону не происходит. Татьяна Анатольевна, результаты не по всем предметам еще известны? Нет, не по всем. Но то, что мы знаем, это основные, русский язык, математика и многие еще другие предметы. Балл мы не можем озвучивать, средний. Но если сравнивать с 2015 годом, лучше знания, хуже знания, что происходит, что меняется? Вы знаете, работы, в общем-то, мы уже посмотрели, особенно по основным предметам, русский язык и математика. И могу сказать, что есть небольшое улучшение. Но в то же время девятиклассники наши сдали лучше, они получили больше хороших оценок. Четверок и пятерок у нас в регионе в этом году больше, чем в прошлом. Ну и могу сказать, что мы выдерживаем уровень. Мы чуть выше по многим предметам на региональном уровне, сравнивая нас с федерацией. Ну и, конечно, в отдельных районах тоже разные результаты. Но мы специально не хотим сравнивать никакие результаты, потому что школы должны работать в штатном режиме. И не должны работать на выдачу лучшего результата. Объективность. Объективность. Пусть будет во всем объективность. Вообще ЕГЭ чем, допустим, мне нравится? Вот с внесением многих изменений и совершенствования этой процедуры дает все-таки возможность каждому ребенку, который учится хорошо, вкладывает силы и душу, и время, и родители, которые бесконечно контролируют, заботятся, помогают. Вот этот ребенок имеет возможность получить образование в любом вузе нашей страны. Независимо от того, какое у него материальное положение, где он проживает, в какой школе он учится, он просто талантлив. Если раньше, например, родители не могли отправить ребенка в Москву из какого-то села, ну, в связи с материальным положением, то теперь этих детей, потому что результаты ЕГЭ, они тоже вносятся, теперь не выдается сертификат. Результаты вносятся в единую базу. И каждый ректор вуза может посмотреть, в каком регионе, где закончили отлично талантливые дети. И тут же раздаются звонки с предложением общежития и предложением места в учебном учреждении высшего профессионального образования, куда приглашают этого ребенка. И причем талантливый ребенок может выбрать вуз, в котором он будет обучаться. Раз уж мы заговорили о поступлении, о ректорате, руководители вузов в минувшем году говорили о том, что дети, ну, если можно это назвать, ошибку такую совершали, выбирали из базового уровня и сложного по математике, сложный, получали не столько баллов, сколько могли бы набрать вот на другой ступень, сдавая базовый экзамен. Это действительно вот такая вот ошибка, которая не дает детям поступать в вуз? И как вообще выбрать, что сдавать, какие предметы? И еще среди уровней, как выбрать самые важные, чтобы иметь максимальные потом шансы на поступление в тот вуз, куда хочется поступать? Вы знаете, если профильная математика для поступления в вуз точно не нужна, то ребенок четко выбирает базу, и профиль ему уже не нужен. Это все вузы, которые связаны с гуманитарными науками. У нас таких профессий очень много, поэтому здесь более-менее спокойная ситуация. Но вот если ребенок, например, планирует поступать там, где нужен результат по математике, и он четко выбирает профиль, то здесь может получиться так, что профиль он вообще не сдал, и базу он не заявлял, и он может остаться просто без документа об образовании, без аттестата. Поэтому, ну, во-первых, опять вот немножечко предвещая вот ту ситуацию, когда ребенок не сдал, все-таки когда ребенок выбирает экзамены, а это происходит задолго до периода экзаменационного, родители и дети должны сесть и внимательно подумать, что конкретно мне нужно. Не в одиннадцатом классе. Ну, уже в десятом. Но вообще-то заниматься подготовкой ЕГЭ нужно с начальной школы. С начальной школы. Вот, кстати, мы потом с вами обговорим этот вопрос, потому что вот внешняя оценка качества образования, она именно начинается с начальной школы. Почему это? Ну, вернемся к вступительным экзаменам, к испытательным экзаменам. Значит, во-первых, ребенок должен выбрать четко несколько предметов, которые ему потом пригодятся. Вдруг в каком-то предмете произойдет сбой. У него будет возможность использовать резервный предмет для поступления в какой-то другой вуз. Поэтому вот многие дети выбирают, например, не только один предмет, который требуется в определенный вуз, а два, три и даже до семи предметов доходит. Каждый ребенок... Семь предметов школьники сдают. У нас, ну, может быть и так. Заявление пишет на много предметов. Но теперь вот есть ограничения, до пяти предметов они сдают, и из пяти предметов уже определяются, в какой вуз подать документы. Но я думаю, что базовый экзамен по математике нужно сдавать, ну, наверное, большинству. Потому что у нас есть, конечно, учащиеся, которые проявляют очень серьезные успехи в математике и выигрывают региональные олимпиады, и всероссийские, и муниципальные. То здесь есть гарантия, что ему ничего не помешает. А вот всем остальным, ну, базу сдать можно. Потому что, тем более, на базовом экзамене не такие сложные задания. Кстати, в этом году профильная математика была сложной для того, чтобы реально увидеть серьезность подготовки того или иного выпускника уже к обучению в высшем учебном учреждении. Министр образования говорил о том, что, докладывая президенту, говорил о том, что в этом году школьники больше стали выбирать для сдачи физику, химию и биологию. Статистика в нашем регионе какая? Статистика на протяжении многих лет это общество знания, выбирают 68%. Потом идет история, потом физика и биология. В принципе, по всей стране, но это самые предметы, востребованные для поступления в высшее учебное учреждение. Мы уже заканчиваем. Еще один вопрос о подготовке. Все-таки готовиться к единому государственному экзамену нужно с начальной школы. Но как понять в начальной школе, к чему будет душа тяготеть? И к 11 классу, но многое может поменяться. Нет, в начальной школе нужно проверять, как ребенок усвоил базовые знания. Потому что определится он впоследствии. Но базовые знания, которые начальная школа дает, это путь к успешному освоению любых предметов, которые будут потом возникать в учебной жизни нашего ученика. Поэтому вот и введено в четвертых классах у нас проверка внешняя, подготовки наших учеников, которые заканчивают начальную школу. Не для того, чтобы как-то огорчить родителей или, я не знаю, напугать наших учащихся, а для того, чтобы четко понять, где упущено, в каких областях, что нужно наверстать в пятом-шестом классе, для того, чтобы успешно уже можно было изучать в старших классах тот или иной предмет. Потому что вы знаете, что основные предметы – это математика, физика, химия и биология в том числе. Они все завязаны на начальной школе математику. Я думаю, что развитие речи и развитие правильного русского языка, грамотности, тоже никому не помешало. И природоведение, то, что изучают наши дети в начальной школе, вы знаете, что это заложены и биология, и химия, и природоведение всей естественной науки. Поэтому мы четко будем понимать, что на рубеже между четвертым и пятым классом знает наш ученик, помочь ему преодолеть все пробелы, восстановить мотивацию, чтобы он успешно продолжал обучаться и прекрасно не готовился ЕГЭ, а показал по окончанию школы блестящие, хорошие результаты и качественное знание, которое прежде всего ему в жизни пригодится, для того, чтобы чувствовать себя уверенно, спокойно и не бояться никакого ЕГЭ в том числе. Татьяна Анатольевна, последний вопрос. Количество бюджетных мест в вузах, в Орловских вузах в этом году осталось прежним, поменялось? Много опасений в связи с тем, что два Орловских вуза объединились, и якобы для поступающих тоже будут сложности, потому что количество мест ограничится. Насколько эти опасения справедливы? Вы знаете, бюджетные места остаются на том же уровне и в объединенном вузе в том числе, если они были в двух вузах, и сейчас объединяют и дают одному. Но я могу сказать, что, наверное, вот именно объединение вуза, для чего все это произошло. Во-первых, там объединился профессорско-преподавательский состав, серьезная материально-техническая база. И мы хотим, чтобы в Центральном федеральном округе наш вуз был значительным для всех соседних регионов, чтобы в нем давалось качественное образование, серьезная научно-исследовательская работа проводилась, созданы были серьезные лаборатории, которые помогали бы осваивать профессию не хуже вузов наших столичных. Поэтому мы думаем, что образование за нашим вузом, что оно будет востребовано, и мы очень хотим, чтобы наши дети, которых мы вкладываем и силу, и каждый учитель, и вот видите, какой штат для подготовки и проведения ЕГЭ, и чтобы он оставался у нас в регионе, получил хорошее образование, сделал нашу область процветающей, и был хороший кадровый потенциал у нас, чтобы мы не искали где-то какие-то кадры в Москве из наших учеников, а мы четко видели, как они учатся, могли четко прослеживать, какие специальности нам нужны, какую отрасль нам развивать промышленности. И я думаю, что образование поможет развитию региона и возрождению вот той промышленности, о которой сейчас все говорят. Тем более мы уже на пути к этому. Мы заканчиваем на этих словах прекрасных. Я благодарю вас за интервью, спасибо вам большое. И я надеюсь, что в конце лета мы с вами встретимся в этой студии, чтобы поговорить уже о приемной кампании в вузы, как все прошло. И желаем вам успехов, спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях была член правительства Орловской области, руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова. Субтитры подогнал «Симон»!